В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! В конце октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Об этом заболевании нам сегодня расскажет Николай Цветов, врач отделения острого нарушения мозгового кровообращения Краевой клинической больницы номер один. Николай Владимирович, добрый день! Здравствуйте! Ну, вот день борьбы с инсультом. Когда он отмечается? И почему так важно праздновать этот день? Не праздновать, а отмечать, наверное, всё-таки. В 2004 году Всемирная ассоциация здравоохранения признала инсульт массовой эпидемией. Количество инсультов стало уже в таком количестве, что не обращать на них внимания уже было невозможно. В 2006 году уже утвердили ассоциацию по борьбе с инсультом и утвердили праздник, ну, да, сложно назвать это праздником, но утвердили Всемирный день инсульта. Основная задача этого дня – это оповещение населения о том, насколько это важное заболевание и это времязависимое заболевание. Что означает времязависимое? Чем быстрее мы окажем помощь, тем лучше будет исход у самого пациента. Я так понимаю, что инсульт – это именно… Это не проблема с сердцем, это проблема с головным мозгом. Абсолютно точно. Инсульт – это заболевание головного мозга. Инсульт – это такое заболевание, которому приводит либо закупорка артерии, которая кровоснабжает головной мозг, либо разрыв уже этого сосуда, и кровь, соответственно, изливается в головной мозг. Само это заболевание, оно не самостоятельное. К нему всегда приводят какие-то другие патологии. Например? Например, да. Сейчас мы все это дело перечислим. Есть основные заболевания, которые мы выделяем как очень важные заболевания. Это артериальная гипертензия, сахарный диабет, это атеросклероз и это нарушение ритма сердца. Каждое это заболевание, по сути, может закончиться инсультом для пациента. Если пациент не занимается контролем этого заболевания, то оно закономерно приведет к развитию инсульта. Ну, мне, к сожалению, эта ситуация близка, наверное, как никому. У меня от инсульта в достаточно молодом возрасте умер папа. У него оторвался тромб, закупорил какую-то артерию, насколько я это понимаю, и произошел инсульт. Спасти его не успели. Два месяца кома, и все, человека нет. Вот так. И возраст папин был на тот момент 57 лет. Ну, то есть мне кажется, что это еще достаточно молодой возраст. Что касается статистики, что говорит статистика в этом отношении? На сегодняшний день в крае в год в среднем это 9 тысяч пациентов с инсультом. Помощь оказывается в 11 специализированных отделениях. Летальность у инсульта по нашему краю, мы не берем другие края, потому что статистика, она будет немножко отличаться. Летальность – это 13%. Но тут мало сказать про летальность, да? То есть мало пациенту выжить в этой ситуации. Инсульт – это еще заболевание, которое имеет самую высокую инвалидизацию среди заболеваний. Даже если пациент выживает, то у него есть высокий риск остаться инвалидом. И не все уже могут вернуться к своей какой-то трудовой деятельности, даже в случае выживания. На это уже существует специализированное лечение. Почему мы говорим все, что нужно успеть доставить пациента в первые 4,5 часа? Потому что это единственные рамки, когда инсульт можно лечить. Потом его уже лечить нельзя, потом можно только реабилитировать пациента. Но первые 4,5 часа мы можем оказать специализированную медицинскую помощь. Что такое специализированная медицинская помощь? Это пациент поступает к нам, если он подходит, у него нет противопоказаний, мы вводим специальные препараты, которые рассасывают этот тромб в сосуде головного мозга. Что не дает погибнуть участку мозга. Если пациент приехал позже, то головной мозг уже погиб. Ему уже невозможно помочь. Возможно только реабилитировать его. А там все зависит от нарушений. Также на сегодняшний день в нашем крае выполняется и хирургическая помощь при инсульте. Там немножко шире окно. Но делается это только на базе регионального сосудистого центра. Это на базе краевой больницы. Получается, когда к нам поступает пациент, мы ему сначала проводим тромбоэлитическую терапию, пытаемся рассосать этот тромб. Если у нас не получилось, то мы заходим в сосуд головного мозга и пытаемся достать его. Тут уже окно немножко шире. Тут можно попытаться помочь пациенту до 6 часов. На сегодняшний день в нашем крае за 2023 год выполнено 100 таких операций. Что касается тромболизиса, у нас не худший процент по России. У нас процент, 9% тромболизисов – это 500 случаев. Ну, в среднем за год у нас получается. А кто подвержен инсультом чаще, мужчины или женщины? Вот, по крайней мере, у нас в Приморье какая-то статистика ведется. Дело в том, что статистику именно на мужскую и женскую не особо считают. Есть ли какая-то статистика по возрасту? В каком возрасте чаще происходит инсульт? Ну, вот можно так говорить или нет? Инсульт преимущественно заболевания пожилого возраста. Большинство пациентов имеют возраст 60+. Но также это касается и более молодого населения. Также инсульт может случиться и в 20, и в 30 лет, и в 40. Но все это зависит от того, какие заболевания имеются у пациента. И может ли это заболевание приводить к инсульту? Если пациент имеет заболевание, и он его не контролирует, конечно, оно закономерно приведет к инсульту. И неважно, какой у него возраст. Все опять же упирается в то, что инсульт – это не самостоятельное заболевание. К инсульту всегда что-то приводит. И нужно заниматься профилактикой и лечением этих заболеваний. Это очень важно, да. То есть можно говорить о том, что проблема инсультов сегодня очень актуальна. Потому что население, наверное, как-то здоровее не становится. Я наблюдаю, где-то в 30 лет действительно у кого-то произошел инсульт. В 36, в 40. Ну, опять же, возвращаемся к тому, что пациенты и в 30 лет могут болеть, допустим, артериальной гипертензией. И молодые еще и легче относятся к этому. Ну, болею, и ладно. И не принимают терапию и не относятся должным образом к своему заболеванию. Конечно, это может приводить… Бывает и, что пациент и не знает о своем заболевании. Такое тоже, к сожалению, бывает. А бывает такое, что накладывается несколько факторов риска, и они приводят уже вместе заболевание. То есть, допустим, мы имеем 30-летнего человека, да, он имеет проблемы с лишним весом, он курит, у него проблемы с давлением. Это уже целых три фактора, которые в совокупности повышают его риски на инсульт. Вот вы опередили прям мой вопрос. Я хотела спросить о факторах риска. Только ли это какие-то хронические заболевания, да, но это еще и что-то. Вот вы говорите, курение, лишний вес. Абсолютно точно, да. Это именно факторы риска. Желательно, конечно, пациента, чтобы он профилактировал все свои факторы. Да, не только там давление, да, а еще вел какой-то здоровый образ жизни, да. Проблема с лишним весом, она тоже никуда не ушла. Курение тоже часто сейчас проблема. Я думаю, что это все нужно тоже контролировать и регулировать вместе. То есть лечить нужно пациента. И чтобы это уже, да, а не болезни, чтобы это не привело, не дай бог, к инсульту. Ну вот мы уже проговорили, что инсульт опасен не только тем, что он имеет частые смертельные исходы, да, если не успеть. Он еще и опасен тем, что высокий процент инвалидизации. Вот к чему в итоге может привести инсульт, к каким последствиям? Есть разная статистика, опять же, но в среднем считается, что около 80% случаев заканчивается в той или иной степени инвалидизацией. Пациент может иметь нарушение речи, он может просто не понимать к нему обращенную речь, он может сам не воспроизводить слова, он может иметь двигательный дефицит, не работать конечность, нога, рука. Да и пациент может быть, в принципе, прикованным к кровати. Это тоже большая проблема. Когда родственники говорят, а как так, он вчера у нас бегал активный, он на даче грядки копал, а сегодня он уже лежит, и это как снег на голову, и мы уже ничем не можем ему помочь. И это идет большая нагрузка и на родственников в том числе, потому что большую часть ухода в дальнейшем приходится взять им. Они вынуждены будут ухаживать за этим пациентом. Как распознать инсульт? Вот самый банальный вопрос. Есть замечательный тест. Удар. Расскажи небольшую историю про этот тест. Примерно 4 года назад был праздник, посвященный Дню инсульта. В детском формате были дети маленькие, их учили тесту удар. В игровой форме. Я сам находился на смене, ко мне поступил пациент, который остался с восьмилетней внучкой, один на один. Внучка позвонила родителям и сказала, кажется, дедушке плохо, у дедушки кажется инсульт. Распознала. Распознала. Она, значит, ну это мне уже родственники рассказывают, она подбежала к дедушке. И для нее, возможно, это было немного даже игра. Но она, дедушка, улыбнись, а дедушка улыбается плохо, как-то не так. Дедушка, подними руки, а дедушка одну руку не поднимает. Дедушка, скажи что-нибудь, а дедушка мямлит, ничего толком сказать не может. И она уже знала, что надо что-то сделать срочное. И она позвонила уже своей маме, сказала всю эту историю. И тогда этого пациента привезли. И он вошел в эти 4,5 часа, ему оказали помощь и получили хороший исход. Благодаря тому, что ребенок знал. Да, благодаря тому, что ребенок знал, в сути, пациент не умер и не стал инвалидом. Это очень хорошая история. Это очень, да. И в этом и смысл. В терапевтическом окне, вот в эти 4,5 часа поступает около 20% пациентов. То есть из этих 9 тысяч всего 20% поступает, когда нужно, когда можно помочь. Остальные либо чего-то ждут, либо не знают, либо не хотят ехать в больницу, либо не распознают. Да, ну, говорят, ну, странный какой-то, ну, рука не двигается. Новость, Охондроз, там что-нибудь такое. Ну, что угодно можно придумать, да, лишь бы не ехать в больницу, лишь бы никого не вызывать. А привозят уже, ну, фактически, мы человеку уже ничем помочь не можем. Мы начинаем, у нас запускается просто другой алгоритм лечения. Мы начинаем пациента реабилитировать. Просто поддерживать. Да, мы назначаем ему профилактику, чтобы у него это не повторилось. Но именно специфическое лечение, эффективное лечение, оно возможно только вот в рамках 4,5 часов. Ну, так вот, тест-удар, это что это, улыбка? Улыбка. Улыбка. Просим пациента улыбнуться. Улыбка у него будет перекошенная. Д, движение. Просим пациента поднять руки, поднять ноги. Рука не поднимается, или она слабее, или поднимается как-то не так. Артикуляция. Просим пациента сказать слова. Он либо говорит не то, что нужно, а не попадает в вопрос, либо речь смазанная, как будто каша во рту. Кто как это описывает, но говорит как-то не так. И последнее решение 4,5 часа на то, чтобы успеть. Теперь вот все стало на свои места. Что нужно делать, если все-таки прошли мы тот самый тест-удар, не дай бог, конечно. Поняли, что, заподозрили, что это инсульт. Что нужно делать? Звоним вскорую, как можно оперативнее. Пациента уложить, приподнять голову. Ничего, никакие таблетки давать ему не нужно. Ничего через рот. Это прям такое правило. Потому что мы можем дать ему воды попить. Он захлебнется. Он захлебнется. У него проблемы с глотанием. Это тоже большая проблема инсульта. Это нарушение глотания. Мы попытаемся дать ему таблетку аспирина. А мы не знаем, у него какой инсульт. Может быть, у него кровоизлияние. А мы ему еще кровь пытаемся разжижать еще сильнее. Это тоже будет большой ошибкой. Поэтому ничего через рот. Уложить пациента, приподнять голову. Если отмечается рвота, перевернуть его на бок, чтобы он не захлебнулся. Но самое главное – это вызвать скорую помощь. Ну и дальше уже будет дело за медиками. Да, да. Абсолютно точно. Существуют ли меры профилактики инсульта? Ну вот мы уже поняли, что это, наверное, спорт, здоровый образ жизни, как бы это банально и не звучало. Здоровый образ жизни, диспансеризация, обследование и выявление заболеваний и контроль этих заболеваний. Углубляться, я думаю, в каждое заболевание мы не будем. Но скажем немножко в общем. Потому что здесь и работа где-то терапевта, где-то кардиолога, где-то эндокринолога. Это работа разных специалистов. Но есть вот перечень заболеваний, которые могут приводить в будущем к инсульту. Надо их контролировать. Артериальная гипертензия – это повышение давления. Нарушение ритма сердца – это фибрилляция предсердий, это аритмия, это сахарный диабет и это атеросклероз. Вот основные заболевания, на которые нужно обратить внимание. Да, да. Если таковы и нет. Заведующий активно продвигает эту позицию, что должен быть контроль этих заболеваний. Мы уже так называем, что это квадриада Хана. Дмитрия Сергеевича Хана, заведующего нашего. Так уже между собой пошучиваем. Ну, все правильно, потому что хронические заболевания есть у нас у всех. И я когда-то слышала такую фразу, что человек умирает либо от сердца, либо от инсульта, либо от онкологии. Вот как-то так. Но отчасти это правда. Это все заболевания, которые с возрастом риск получить эти заболевания только выше. Мы знаем, что есть сосудистые центры, куда человека могут госпитализировать. Это очень важно, это очень нужно. Каков алгоритм действий, если человек находится… Ну вот, вызов по одному месту, человек находится в другом районе или же даже в другом городе. Ну не знаю, где-нибудь там, в Большом Камне, например. Пациент может находиться абсолютно где угодно. Везут по территориальному принципу. Где взяли, куда ближе. У нас есть 11 таких центров. Три в городе Владивосток, остальные все восемь находятся в крае. Допустим, пациент находится, ну не знаю, на отдыхе в деревне. Он также вызывает скорую помощь, и его везут по территориальному принципу. Да, потому что он находится далеко, надо задачу успеть. У нас времени мало, задача успеть. И сейчас в нашем крае есть еще четыре виртуальных, назовем так виртуальные, телепессово это называется. Что это такое? Это отдаленные регионы, откуда просто долго вести пациента. На базе больницы ближайшей там регионерной, где есть условия для проведения видеоконференц-связи и где есть томограф для проведения компьютерной томографии головного мозга, мы можем выполнить там дистанционно телетромболизис, мы это называем. Мы созваниваемся по телемедицине, осматриваем пациента и проводим ему помощь. Мы потому что понимаем, что если бы он не попал туда, то ему нужно было бы ехать очень долго, и мы бы ничего не успели, пациент бы не получил помощь. А так, по территориальному принципу, четыре таких центра сейчас функционируют. За этот год выполнено 60 таких телеконсультаций с проведением этого тромболизиса, растворения тромбов. Это очень интересно, что где-то в отдаленных даже районах доступна какая-то вот такая помощь. Ну, 60 – это очень большое количество, потому что всего по стране их 100. А у нас во Владивостоке три центра, они где расположены? Это ВКБ номер 4, это ВКБ 1 и Приморская краевая номер 1. Ну, самые наши основные больницы, можно так сказать. Да, два ПСО, один РСЦ. И вот в краевой больнице оказывается еще и помощь именно удаления тромбов операционно. Также такая операция выполняется и на Садовой, и в ВКБ 1. Ну, вот папа у меня как раз был на Садовой. Да. Но там, к сожалению, не успели. Насколько важна реабилитация после инсульта? То есть человек, даже не так задам вопрос, человек может полностью восстановиться после перенесенного инсульта? Или все-таки останется? Возвращаемся к изначальному вопросу. Специфическая терапия только первые 4,5-6 часов. Дальше уже, по сути, не столько лечение. Инсульт капельницы не лечится, таблеточка не лечится. Он лечится только реабилитацией. Пациент должен восстанавливаться. Про исходы говорить очень тяжело, потому что это очень индивидуальное заболевание. Бывают ситуации, когда у пациента инсульт, да, как мы говорим, на 3 копейки, маленький, а он имеет грубый дефицит, потому что он повредил такую часть мозга, что она привела к грубому дефициту. А может быть и большой инсульт, а дефицит маленький. И пациент очень хорошо восстанавливается. Здесь предсказать невозможно. Но возможности реабилитации, они на сегодняшний день тоже очень большие. Сейчас трёхэтапная система реабилитации. Пациент поступает в первичное отделение, да, вот то, что мы говорим, сосудистые центры. Это первый этап реабилитации считается. Вот также реабилитационное отделение. После чего пациент, он был госпитализирован на первом этапе, он прошёл лечение. Ему смогли и не смогли, оказали помощь именно в первую, да, 4,5-6 часов. Мы его пытаемся включить в реабилитацию, начинаем им заниматься. Дальше мы его переводим на второй этап реабилитации. На сегодняшний день таких отделений 4 в городе уже. То есть довольно много. Но у них и поток тоже большой, потому что они не только инсультами занимаются, но ещё и другими заболеваниями. Но пациент переводится на второй этап реабилитации, где пытается улучшить функциональный исход пациента, насколько это возможно. И дальше, в зависимости от того, насколько пациент тяжёлый, он может попасть ещё и на третий этап реабилитации. Третий этап реабилитации на сегодняшний день – это ДВФУ, это только одно отделение. Но это уже отделение для тех, кто уже самостоятельно передвигается, кто мобильный. Вот такая система оказания реабилитации на сегодняшний день. Но мне всё-таки интересен вопрос. Человек после перенесённого инсульта может жить полноценную жизнь? Может. Может. Мы оказали ему помощь, достали тромб, инсульт получился очень маленьким, он получил хороший функциональный исход и вернулся к полноценной жизни. Такие истории есть, их тоже довольно много. Ну что ж, хочется сказать, чтобы таких историй было как можно больше, и чтобы успевали, если болезнь всё-таки случилась, как можно быстрее, наши врачи, низкий им за это поклон, вам поменьше работы и побольше благодарных пациентов. Спасибо вам, спасибо за внимание. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о таком опасном заболевании, как инсульт. В гостях у нас был Николай Цветов, врач отделения острого нарушения мозгового кровообращения Краевой клинической больницы номер один. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова